Здравствуйте, друзья! Никто из нас, я точно не знаю, бывал ли когда-нибудь в Киеве Наполеон Бонапарт, но у нас они встретились. Гарна девчина Люпаша и Наполеон Бонапарт из Рыбинска. Ярославской области. Это два народных образа у нас. Встретились они для того, чтобы пойти в Гугл и купить какой-нибудь сувенир в местном гифт-сторе. Пойдем и будем иметь там фан. Они будут иметь фан и, как говорят, ничего, что по-английски. Мы можем украинский, русский и английский соединить еще, правда? Да, получится такой суржик. Хотя, в принципе, мы так и говорим на такой смеси. Я думаю, что у нас будет из Гугла такое шикарное видео. Там столько всего интересней. Я уже подумала, куда мы пойдем. А мы посадим Наташу на велосипед красивый? Ой, конечно. На желтенький. Слушай, может быть, тебе дать эту шапку с собой? Ты будешь ехать таким Бонапартом, только чтобы не потерять. Шапку нам подарил морячок Андрей. Он купил ее в Симферополе. Я, наверное, шапку не буду брать. Шапка чистая шерсть. Может быть, это для того, чтобы в баню ходить. То есть голову не будет дуть. Нет, шляпа потрясающая. Я иногда так надену и сижу, 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 пока кто-нибудь не скажет, а что это с вами, товарищи? Я говорю, бонапартизм развивается. Ну, да. Ну, наверное, шляпы сегодня достаточно. Поеду без шляпы. Ну, хорошо. Девушки, я вас тогда отпускаю в Google, а то там все закроется уже пять часов. А, вы на футболочку переживаете, да? И могут, да. Я попросил Наташу, чтобы у меня какую-нибудь футболочку. Обязательно. Ну-ка покрываю. Ладно. И пойдем туда, где можно снимать. Нет, я имею в виду магазин сувени. И пойдем туда, где нельзя снимать, и можешь потихонечку снимать. Нет, так нельзя. Мы все делаем. У нас все по-честному. У нас все легитимно. Да. Все легитимно. Мне хочется потихонечку. Нет, а то получится, что вы... У меня есть классные места, где можно снимать. Да, а то получится, что вы как бы не доехали до Америки. А только шапочки оделась. Хорошо. Все, друзья, я хочу сказать, что шапка наша, офисная, шапка наша. И веночек нам тоже, значит, подарили. Люба, значит, имеет в виду, что когда девочки будут приходить, да? Но веночек, он сугубо украинский, или можно сказать, что он и для... А в России носят веночки, да? Нет. Не носят. Мне кажется, это украинская. А в России веночки на воду бросают, нет? Ну я из ромашек плюла, когда маленькая. Из ромашек. Ну а мы ж носим каждый день, прям на работу так ходим. В веночках. Да. Ничего себе. В украинке. Да, да. А потому что, знаешь, если горилки с перцем на работе принял, то уже цветочком за него хоть можно. Может мне на работу тоже в фуражке ходить, когда вам подарили. Это зависит от того, какая у тебя работа. Да, если в Google устроитесь, то нужно ходить вообще в чем угодно. Правда? Там ходишь? Да. Вот я в веночке прихожу на работе, даже никто не замечает. Все так заняты, не обращают внимание на веночек. А вы побрызгайте его духами, так чтобы они работать не могли. Пробовала. И идут. Ладно. Хорошо, друзья. Значит, а вот такой вопрос. Вот мне Люба прислала интимную такую ссылку. Ну, я в том смысле, что лично мне прислала. Ссылку, как она читает лекцию, 15 минут о пользе обниманий. 7 минут. 7 минут. Ну, мне казалось, что 15. Я так увлекся. Вот видите, как приятно. Так вот, Люба, а чтобы вы не сделали эту ссылку достоянием общественности, пусть все слушают. Ой, да я с радостью, мне же хочется делиться таким знанием. Правда. Конечно. Все. Тогда я эту ссылку народу дам и Люба расскажет вам все про обнимашки. И в конце она обнимается с двумя китайскими женщинами. Аааа. Как вы все это рассказали. Никакой интриги. Нет. Но вы же их привели в это состояние своей речью. Вот. Так что пусть они послушают речь и тоже идут все обнимаются. Да, да. Удается 40 обниманий в день-то или нет? Вы знаете, вот не каждый день, к сожалению. Да. Она работает над этим. Работает. Правда. Совершенства нет пределов. Ну, хорошо, ладно. Мы поможем. У нас в офисе можно многих обнять. Ааа. Хорошо. Я буду вам заезжать каждое утро. К нам лучше. Можно вечером к 7 часам тоже тут у нас. Ааа. Можно превысить норму обниманий. Хорошо. То есть 40 можно у вас организовать. Ой, 60 можно. Ой, класс. У нас тут всех можно обнимать. Угу. Все. Ладно. Сейчас обнимаем Наташу. Да. Обнимайте Наташу. Бонапарта. Какая девочка хорошая Люба. Просто зайчик. Мы ее так полюбили. Мне просто даже... Все. Отпуск, девочки. Отпускаем вас на дело. Да. Раз пошли на дело, в Google захотелось. Все. Вот такая интересная... Ждите нас с рассказом. Да. О Гугле. Да, да, да. Делаем это интересно. О Гугле рассказ будет очень интересно. Да. У нас ужин с Гуглером. На высокой ноте мы прощаемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok